Здравствуйте! Это новости спорта в студии Ульяна Любимова. Челябинский волейбольный клуб «Динамо» показывает блестящий результат в чемпионате России. А 7-летний школьник из южноуральской столицы рассказывает о своих талантах на всю страну. В самом популярном детском шоу. Подробности прямо сейчас. А покажи бицуху-то. Похвастайся. Так, вот это да! Фантастика! На этих кадрах фрагмент шоу «Лучше всех» и гость Максима Галкина – 7-летний челябинец Семен Калистратов, который, несмотря на юный возраст, уже обладает солидными титулами. Я уже стал двукратным чемпионом мира. Мальчик из Челябинска не только успешно выступает в международных соревнованиях по детскому фитнесу, но и является победителем российских состязаний по спортивной гимнастике и первенства Челябинска по шахматам. Юный гимнаст рассказывает Галкину, что хочет стать пятикратным олимпийским чемпионом, а потом перейти в футбол и занять место вратарям. Ученик тренера Ивана Новикова блестяще выполняет упражнения в четырех видах гимнастической программы, заслуживает аплодисменты зрителей, одобрение четырехкратного чемпиона олимпийских игр Алексея Немова и становится победителем шоу «Лучше всех». Семен Калистратов лучше всех! А хоккей. Завтра «Трактор» примет на своем льду финский «Юкерит». Команда из Хельсинки после 26 игр с 30 очками находится на восьмом месте западной конференции. Черно-белые, набравшие в 30 играх 22 очка, замыкают турнирную таблицу «Востока». Это первая встреча команд в этом сезоне регулярного чемпионата КХЛ. В предыдущих доминировал состав из столицы Финляндии, одержавший 8 побед в 9 матчах. Единственный раз челябинцы взяли верх над «Юкеритом» в октябре 2015 года со счетом 5-3. Очередное рандеву состоится во вторник, 19 ноября на арене имени Валерия Белоусова. Начало в 7 часов вечера. Восемь игр и ни одного поражения. После завершения второго тура чемпионата России по волейболу среди команд высшей лиги А наш челябинский клуб на первом месте в турнирной таблице. У спортсменов 8 побед, 24 очка и почти все встречи окончены со счетом 3-0. Подробности у Валерия Киченко. Второй тур чемпионата России среди команд высшей лиги клуб «Динамо Челябинск» провел дома. С 14 по 17 ноября волейболисты вышли на паркет против локомотива из Новосибирска и университета из Барнаула. В каждой из четырех игр челябинцы одерживали уверенные победы со счетом 3-0. На трибунах в день открытия волейбольного сезона присутствует и министр спорта региона Леонид Одер. Я всегда с огромным удовольствием хожу на волейбол, особенно на мужской волейбол, на нашу команду. В этом чемпионате уже туровая система. Есть возможность посмотреть две команды Челябинской области. Челябинск-Динамо и Магнитка, которая тоже сейчас играет высшей лиги А. Победная серия «Динамо» в чемпионате России составляет 8 матчей. Причем семь поединков южноуральская мужская волейбольная команда выиграла с сухим счетом 3-0 и еще один со счетом 3-1. В результате у челябинского «Динамо» сейчас 24 очка и первое место в турнирной таблице. Мы будем стараться побеждать в каждой игре. Если будем побеждать, результат придет. Следующий тур «Челябинская Динамо» проведет на выезде в Магнитогорске с 5 по 8 декабря. О единоборствах. Южноуральские дзюдоисты Денис Ярцев и Кирилл Денисов завоевали серебро Лиги чемпионов в составе клуба «Явара Нева» из Санкт-Петербурга. В Португалии участвовали 8 сильнейших команд Европы. «Явара Нева» одолела команды из Румынии и Франции, а в решающей встрече, как и год назад, уступила португальскому спортингу со счетом 2-3. А кубок за второе место из рук президента Европейского союза дзюдо Сергея Соловейчика получил капитан команды, двукратный чемпион Европы, обладатель пяти медалей чемпионатов мира Кирилл Денисов. А я добавлю, что директором клуба из города на Неве является известный челябинский дзюдоист, серебряный призер Олимпийских игр и чемпион мира Виталий Макаров. Этим ребятам еще по 9-10 лет, а в глазах уже считается спортивная злость и желание победить. Егор Попов занимается тайским боксом всего несколько месяцев, и для него эти старты – возможность впервые проявить себя. Я не умел бить коленами, я привык только по голове бить. Вопросы я не привык, я первый раз на тайском боксе. Не думал, что он будет бить коленями, я надеялся локтями бить только. 150 спортсменов от 12 лет и старше в эти выходные выше на челябинский ринг. Набраться опыта. Ребята помладше – проверить вне регламента свой характер на стрессоустойчивость. Александр Глаголев – уже бронзовый призер первенства России. У спортсмена есть свой секрет успеха. Самое главное – не волноваться, перед боем еще не проиграть морально, не перегореть. Когда волнуется человек, он перегорает, и получается, он на бой выходит уже как бы морально проиграл. Магнитогорск, Копийск, Верхнеуральск, Челябинск, города Башкирии. 55 комплектов наград разыграно на Кубке Челябинской области. Победители соревнований войдут в состав сборной нашего региона. Этот кубок является отбором и дополнительным формированием сборной команды Челябинской области для выступления на всероссийских стартов на 2020 год. Звание лучшего бойца турнира получил Александр Глаголев. Приз за лучшую технику забрал Игорь Болгарский. А вот за волю к победе был отмечен Руслан Акбашев. Все они воспитанники Челябинской школы «Мастер». Ульяна Любимова, Леонид Клеменчук, Евгений Чекалов, ОТВ. На сегодня это все. Далее происшествия. Трагедия в Саткинском районе. Около двух часов ночи в поселке Рудничный загорелся частный дом. Сколько человек погибло, знает Елизавета Болдырева. Не переключайтесь. Редактор субтитров А.Семкин